Всем добра и всех с наступившим летом! У нас уже был стрим по поводу обновления и что в него вошло, но сегодня я решил коротким экскурсом пробежаться по обнове и отметить все самое важное. Что ж, поехали! И действительно самое важное в этом обновлении это коридор заката. Я обязательно сделаю ролик об этом режиме, о тех шмотках, которые там выпадают, о фарме тикетов на них и так далее. Если коротко, то это Slayer версия 2.0, где вы столкнетесь один на один с боссом, после убийства которого есть шанс получить коробку снаряжения богини. Этот сет имеет качество древней и его особенность в том, что каждая часть имеет определенный бонус. Например, тело при использовании указанного скилла восстановит вам часть хп. Какой бонус и какие скиллы для каждого класса доступны, вы можете посмотреть в документе, который я оставлю по ссылочке в описании. Наконец-то отремонтировали логово лесного дракона. Он поклеил новые обои, сделал генеральную уборку и ждет первопроходцев в гости. Так что дерзайте, в покорении пока самой высокой вершины на данный момент в игре. Не менее важным нововведением стал темный банкет, позволяющий окунуться в теплые воспоминания о Зазеркалье и темном рубеже. Кроме того, вы можете собрать стихийный талисман на 5,5% стихии, что в первой ячейке дает 11%. Неплохо ли, правда? Конечно, будет отдельный ролик по поводу прохождения банкета и системы улучшения самого талисмана. Следующим пунктом стоит сказать об испытании Гранома, где мы также, как и на Чироне, будем фармить очки Лабиринта и очки Кристалла. Отмечу, что Лебриумов станет в 2 раза больше в связи с добавлением нового логова, а вот Кристалл Пойнты поделятся пополам. Поэтому, если вы фармите именно Кристалл Пойнты, то вам нужно проходить оба логова обязательно. И, разумеется, конечно же, будет ролик по прохождению, а пока его ждете, можете посмотреть гайд на логово Гранома и ознакомиться с основными механиками. Ссылочка сейчас появится вверху в углу. Добавлена Хроника, о которой тоже стоит говорить в отдельном ролике, но в двух словах я обязательно расскажу. Хроника в первую очередь направлена на ознакомление с сюжетом игры, но приятный бонус в виде персонажа сразу 90 уровня заставит вас забыть обо всем. Хроника доступна один раз на аккаунт, даже если предыдущего перса вы удалите, которого по ней создавали. И создать такого персонажа можно с 1 июня по 31 августа, поэтому спешите и не забудьте. Добавили пару новых данжей в порту мерки и ежедневный квест для них. Они очень потные, нужно собирать фуллпати для прохождения, поэтому будьте внимательны и осторожны. Среди остальных изменений важно выделить изменения в системе заточки, исчезновение купона золотого гуся, переработка системы аукциона. Теперь после продажи предмета, голдишка будет приходить вам прямо на почту, вкладка продажа исчезла. Лично для меня это очень удобно, я ненавижу бегать к аукциону и проверять, а не продались ли мои вещички. И я буду пользоваться этим вот просто постоянно, хотя кто меня спрашивает, она работает саму по себе. Произошли изменения и на локациях. По сюжету перегресток измерений был разрушен, и теперь все логово разбросаны по карте, и вот где они находятся, вы можете посмотреть сейчас на скрине, и себе собственно сделать такой же скринчик. Я кстати выкладывал подобный себе в дискорд сервер. Кстати о сюжете. Добавлено продолжение сюжета, апокриф 8, теперь вы можете окунуться в продолжение истории, которое было завершено уже относительно давно, и этот апокриф полностью переведен на русский язык, и при этом всем так же перевели логово, и в целом перевод стал более полным и целостным. Хотя некоторые титулы после этого сломались, но я все же думаю это починят. Наконец-то добавили новую ожидаемую озвучку, и в этот раз нас порадовали лучницы и механик. Механика мы смотрели на стриме, но также вы можете себе создать кого-нибудь из этих классов по хронике, для того чтобы насладиться озвучкой, которая будет уже не так сильно резать слух, как корейская. Правда озвучка без спин-оффов, то есть мы не услышим пока озвучки на Рэй Механика, и на Сильвер Хантера, а также макросы от F1 до F10. О прочих изменениях одной строкой, как говорится. Была снижена стоимость некоторых итемов у НПС, Калипсо теперь нормально преобразовывается, вам не нужно больше бегать к Алисе, менять коробочки, открывать на поинты, теперь вы открываете коробку Калипсо, оттуда достаете шмотку, тыкаете в преобразователь, и получаете соответствующее фиксированное количество поинтов, в зависимости от уровня заточки той шмотки, которая вам выпала. Общие умения теперь работают все одновременно, и зависят от вашего общего уровня доблести, но запомните, чтобы они работали максимально, вам нужно иметь 900 общий уровень аккаунта, не путайте с уровнем доблести, это немножко разные вещи. Под ХП босса теперь можно увидеть дебафы, которые вы на нем оставляете, очень удобно, и можно отследить, когда дебаф прокнул, когда нет, и когда у него заканчивается кулдаун, когда вам нужно снова повторить процедуру дебафа. В понедельник теперь на источниках буду давать бонус к характеристикам, Точиться можно теперь напрямую за очки лабиринта, и вам не нужен больше камень силы, лебриума, вам не нужно постоянно переживать, что у вас его не хватит в инвентаре, в общем, это очень удобно, за это прям лайк, меня это дико бесило. Ланси теперь могут меняться на любую профессию, те, кто был бестией, смогут стать лавиной или поджигательницей, и в обратном порядке, можете жонглировать этими лансиями, как вам будет удобно. Немножко подкорректировали ХП и урон в логово второго измерения, некоторые изменения в защите и супер арморе, у босса во время каста механик, но это в целом не так сильно заметно, поэтому можете вообще на это не обращать внимания. Добавили новую локацию учебный полигон Рыцарь и Храма, туда у нас засунули и банкет, и слейер, и битву героев, и в общем вы сможете зайти и самостоятельно посмотреть, что там есть. Конечно же добавили новый календарь и награды за онлайн активность, а также стартовал третий сезон ладдера, где вас ждут двойные награды. И в завершении стоит сказать о ребалансе в пвп и в пве. Ознакомиться с ними вы можете на форуме, но лично от себя я скажу, что теперь мун стал круче и засильнее, а фантома сильно порезали в пвп. Вот такое вышло майское обновление. Полное описание того, что было добавлено, я оставлю конечно же в ссылочке в описании. Вы можете все еще раз зайти сами посмотреть, пересмотреть тот стрим, который был две недели назад с Insight Info из тестового сервера об этом обновлении. И контента я вам скажу, стало действительно много. Есть новые вершины, новые планочки, и нужно во всем освоиться и покорить эти самые новые вершины. Планы на следующий ролик сегодня мы с вами вместе поставили. новые цели в игре тоже. Вы были на канале Flame Gaming TV, меня как всегда зовут Ваня, всем удачи и хорошего летнего настроения.